У меня не было своей семьи никогда, не было детей. И поэтому Господь меня как бы призвал на монашескую семью, создавать монашескую семью. Теперь, когда я уже приняла монашество, теперь, когда я вот здесь тружусь, я понимаю, какой я счастливый человек. Какое благодеяние мне оказал Бог, призвав меня на служение. У меня теперь семья. Семья, нас восемь человек. Мы друг друга любим, заботимся друг о друге. И все вместе служим единому Богу. Никакого разномыслия, никакого раздрая нет. Христос один, и мы при нем все, что еще нужно желать. Господи сохранить на многое место, на многое место, на многое место. Я ведь родилась в советское время, воспитывалась и училась в советской школе. Я, когда училась в университете, у нас был предмет научный атеизм. Я его сдала на пятерку. Не поверите. Но лишь потому, на пятерку я сдала, потому что меня эта тема очень сильно интересовала религиозно. Когда пришло время испытаний, когда сначала умер отец, потом умерла мать, естественно, встал вопрос. А зачем мы живем? Для чего мы живем? Смысл вообще жизни нашей, если все заканчивается могильным холмиком? И ответ на этот вопрос я нашла в церковной литературе. Нигде больше. Я стала интересоваться, что такое смерть, вообще, что такое смерть. Первая моя книга – Игнатий Бричанинов «Слово о смерти». Я ее внимательно прочитала. Половину я не поняла, естественно. Там высоты духовные такие. Мне это было недоступно. Но просвет. Появился в жизни просвет. Вот светлая полоска, утрата близкого человека – темная полоса. И светлая полоса – это надежда. Понимаете, надежда, что человек на самом деле не умер. Он жив. Мы находимся сейчас в уникальном храме. Уникален он, во-первых, тем, что село, в котором меньше тысячи человек ныне проживает, храм настолько огромный, он вмещает в себя полторы тысячи человек, до двух тысяч. Представляете? Оказывается, в давние-давние времена этому храму 180 лет здесь проживало около пяти тысяч человек народу. Храм покрова Божией Матери находится в селе Булзи, Каслинского района, и был основан в конце 19 века на деньги крестьян. В 1939 году храм советской властью был закрыт. В нем сделали зернохранилище, потом мастерскую по ремонту сельхозтехники. Через время строение и вовсе забросили и разграбили. И только спустя полвека, в 2013 году, монахиня Феодосия создает здесь общину и начинает восстановительные работы. Вот здесь все было исписано. Пола не было. Здесь жгли костры. Но надпись была хорошая, про любовь. Крам был прекрасно весь расписан. Но осталась вот эта надпись, роспись Николая Чудотворца. И посмотрите, видите, в него стреляли. Видите, пытались в лицо попасть. Влик, вокруг. Это следы от пулик. Вот такое отношение было. Когда я приехала сюда в 2013 году, в храме вот там лежали коровы на земле. Все было завалено обломками кирпичей. Храм был весь в копоти. Тут костры, видно, жгли. И два мужичка тут местные водку пили прямо при храме. И я говорю, ну вы водку пьете, а восстанавливать храм собираетесь? Да, мы будем помогать. Но пока что я их еще не видела. Это келяйный корпус общины монашествующей. И зашьем его, и все, будет красиво. Но здесь делаем, в лагере, и параллельно у матушек работаем, помогаем. Так я три года здесь уже. Так с Челябинска сам. Семья там, приезжаешь. Домой приехал, побыл, опять сюда работать. Если бы Бога не было бы, я не знаю, уже, может, и меня бы не было. Как бы просто образ жизни другой вел. Многие зависимые люди же, алкоголь, у кого-то наркотики там, кто разгульный образ жизни вел. Ну, а вот именно с храмом, как бы, с верой все тормознулось просто. Увидел людей других, которые по-другому живут. То есть у них цели другие вообще. Не просто там где-то там. Ну, живешь ради там покушать, поесть, погулять. Ну, ради удовольствия именно. Чтобы кому-то пользу принести еще. Ну, после себя что-то оставить. Ну, сейчас все просто, как бы, знаешь, куда идти. С Богом же проще жить. Ты уже знаешь цель. У нас дорога одна. Царствие небесное. Я работала в МЧС. Я работала в Государственном пожарном надзоре. Я отслеживала все ситуации, связанные с гибелью людей на пожарах. Каждый день гибли люди. И я узнавала подробности их жизни, их, как бы, смерти. Я узнавала причины вот этих трагедий. У меня складывалась картина, понимаете, когда человек подвергает свою жизнь опасность. И чем он подвергает? Подвергает неправильным образом жизни. Я стала интересоваться, а как правильно жить? Понимаете? И опять ответ я нашла в церкви. Вот. И постепенно, постепенно я стала входить в церковь. Три стола, Наталья, конечно. Картофельное пюре на молоке. Молоко кипячу. Маслица туда пока поста нету, сливочного. Запеканочка. Запеканочка также делаю. Как бы это... Лук пережарю. Все через мясорубку. Перемелю и все. И борщ. А борщ, как обычно мы делаем. Ну, как дома варят, так и я варю. У нас нет таких строгостей, как, например, в других монастырях, где запрещают встречаться с родными. Это неправильно, я считаю. Если человек имеет желание общения с семьей, пусть он пока даже в монастырь не идет, пусть просто живет и трудится. Не надо брать на себя подвиг монашества. Зачем? Если ты еще весь в семье там. Нет, это же не принудиловка какая-то. Строгостью человека не исправить и не удержать. Человека может исправить и можно исправить только любовью. Понимаете? Только добрым отношением, сердечным отношением. Поэтому строгость нужна малым детям. Запреты. Должны быть запреты. Но поскольку мы здесь все взрослые, и извините меня, почти большинство из нас пенсионеры, то какие тут строгости. Ивашка, и простоквашка. Вот у нас простоквашка. Покажись, красотуля. Иваша. Вот, скажи, я Иваша. Я самый хороший козлик. Это у нас сарайка, в которой у нас живут вот козлики, барашки, козочки, коровка, телочка. Трудников у нас приезжают на воскресные дни. В субботу, воскресенье народ приезжает, трудится и уезжает. А есть статьи, которые остаются с нами. И у нас образовалось такое вот братство. Ну, без братьев нам никуда. Дрова поколоть, попилить, натаскать, затопить, котел прочистить, значит, картошку с погреба поднять, землю вскопать, понимаете? Ну, мужская сила, мы никуда не денемся. Мы же на селе живем. А сельская жизнь, она без мужика никак. Так исторически сложилось, что вот этот храм, так как он большой, консервировали, надо же его не протопить. А в этом году сгорел молельный дом, ну, маленький храм. И пришлось первый раз зимой топить этот. В общем, был запас дров на две зимы. И получилось так, что все эти дрова спалили, но зато в храме никогда так не было, что всю зиму, несмотря на зима была холодная, на морозы, у нас было 17-18 грамм. Мы когда не очень топим, так 15. Тех, которые сюда приходят за помощью, помогаем не мы. Если какой-то совет ему нужен, ну, посмотрим, что святые отцы говорили, как они в этих случаях что советовали. Мы от себя ничего не говорим. А так люди приходят не с тем, чтобы даже им помогли, а чтобы вот их выслушали. Им даже совета особо-то не нужны. Они сами знают, как надо все сделать. Просто не всегда на это силы есть. Вот и все. Мы обычно говорим, хорошо, поживите, помолитесь, немножко потрудитесь с нами вместе. Они поживут, помолятся, потрудятся. А потом говорят, мы, наверное, домой поедем. Потому что уже соскучились по своим родным, с которыми они накануне поссорились. Понимаете? Ну и все. Вот так вот. Вот у нас гостиница. Здесь вот как праздники, так у нас почти все кровати заняты. Тоже вот печка, книжки есть. Тут все читаем, все. И здесь же молимся. Здесь же чем-нибудь занимаемся. Вяжем по вечерам, если время есть. На неделю приехали, на первую неделю поста. Будем жить, молиться, трудиться. Мы в Тюбукске ездим-то сюда. Это 10 километров отсюда. Но там у нас и батюшка есть, и церковь есть. Благодати такой нету. Вот нету. А сюда вот мы приезжаем. Я уже три года сюда езжу. Домой вот приходишь, когда уже. Там совсем не то. Там она быстро теряется. А здесь она вот с этими же сестрами, которых любишь, которых обожаешь, которых хочешь помочь как-то им. И они-то за нами как ходят. Это вообще вот не жизнь, а рай. Не передать эти ощущения. Нет. Даже вот слезы на глазах. К Пасхе мы надеемся, вот здесь, в центральном пределе, у нас будут царские врата и диаконские врата, резные из дерева. Следом за ним начнем правые и левые пределы уже в одном стиле, чтобы было делать. А этот иконостас уйдет в другой храм. Нам еще один храм надо восстанавливать. У нас помимо этого храма есть еще храм в лесу. Вы поймите, красивый храм – это хорошо. Благоустроенность – это тоже хорошо. Но когда все сделано, когда все сделано, начинается как бы вот просто богослужение. А дел-то нету, понимаете? А мы сейчас при делах. Мы решетки красим. Мы, значит, цемент заготавливаем. Понимаете? И торопиться, все быстро сделать и почивать на лаврах не надо. Потому что два весла нас к Богу ведут. Одно весло – это молитва, другое – труд. Одно без другого никак. Субтитры подогнал «Симон» Родители у нас были такие чисто партийные, но крепко. Была у нас бабушка, папина мама с нами жила. Вот нас четверо сестер. И папа поставил условие, чтобы бабушка нас никого не крестила. Молиться она могла. Иконы у нее были дома. Как-то религия шла где-то рядом, незаметно. Но знала, что Бог, его красота, его могущество. А самой покреститься как-то не приходило на ум. К вере пришла в 90-м году. 45 лет, по-моему, я крестилась. Тогда очень много нас было. Стояло коры. Человек из ста, наверное. И отец Иоанн Семенов нас крестил. Здесь вот у нас готовится окрошка. Сегодня окрошку захотели, которую готовит Зина. Она у нас, Зина, медик. Она работает, ну, вот, поцерковленная. И уже сколько лет приходит к нам и помогает. Безвозмездно, без всего, просто помогают есть. Это у нас готовится салат, ну, типа морского коктейля. Крабовые палочки, креветки, кальмары. Ну, поскольку пост, это довольно-таки разрешается. Вот не рыбные продукты моря, они у нас разрешены. Сейчас строгий пост. Сейчас великий строгий пост. Сейчас вкушать мясо нельзя, рыбу нельзя, молочные продукты нельзя, яйца нельзя. То есть все продукты животного происхождения. То есть никаких белков нам нельзя. Но белок нам заменяют, допустим, такие продукты, как фасоль. В фасоли очень много белка, там столько калорий, которые... Ну, вот грибы, мы постоянно с грибами работаем в пост. Ну, вот у нас выпечка идет. Мы встаем шесть, сюда приходим, еще семьи нету где-то, полседьмого мы здесь. Поскольку мы работаем при монастыре, это не просто вот у нас церковь, просто, допустим, где-то вот в городе стоит церковь, прихожане пришли, культурно поставили свечки, отслужили службы домой, ушли. У нас этого нету. У нас, конечно, несколько напряженный рабочий день. То есть не только рабочий день, но и неделя напряженная. Праздники православные соблюдаются все. А православных праздников, простите, больше, чем советских. Вот календарь откройте, там постоянно праздник, праздник к такому-то святому, к такому-то святому. Приходится, знаете, пренебрегать своим же личным временем, поскольку Богу служим. И вот с Богом, и с Богом, вроде, все, знаете, все легко. Кизильский Симеоно-Анинский храм был построен в 1994 году на деньги районной администрации. В 99-м его перевели в статус монастыря. Под руководством первой настоятельницы обитель просуществовала до 2000 года. Потом монашеские молитвы прекратились. И в 2004 году новой игуменей назначена монахиня Феодора. Именно под ее руководством монастырь начал расширяться. Появились гостиницы, воскресная школа, новая кухня. Началось строительство духовно-просветительского центра для детей и молодежи. Матушка прослужила в монастыре 16 лет. В 2020 году настоятельница скончалась. Мы находимся на святом погосте Симеона-Анинского женского монастыря. Здесь почивают четверо наших сестер и матушка игумена Феодора. Она в Белорецке работала главным бухгалтером в последнее время на предприятии муниципальном по ремонту радиотелеаппаратуры. Она меня спрашивает. Татьяна, я в миру была, Татьяна. Как ты думаешь, что ты думаешь о монашстве? Я говорю, я не знаю. Ты вот так вот получила, что она решилась. Ее священник благословил, белорецкий отец Валерий. Но она говорила, что если бы я знала, что существуют монастыри и монашества, я бы никогда замуж не вышла. Я была еще школьницей, и нас на Пасху всех ребят зовут. Ну, кто хочет, на Пасху может звонить. А я училась в школе по классу фортепиано. И я пришла такая, и в общем, у меня получилась мелодия. И матушка Феодора, она уже царство небесное умерла недавно, она ко мне подходит и говорит, будешь звонарем. И все. Я посмотрела ролики, пообщалась с одной монахиней, которая более-менее умела звонить. И все. И сейчас я просто придумываю, когда у меня хорошее настроение, я звоню весело или прочее. Служба идет по богослужебным указаниям, в любом случае, по книжке. А определенные песнопения, они сохраняются каждый раз. То есть из службы в службу они сохраняются. Мы можем только менять ноты, допустим, определенные по настроению, если мы хотим какие-то там, какие-то попроще, какие-то посложнее. Есть праздничные, есть там постные. Вот. А все остальное, в общем, костяк такой, скелет сохраняется в любом случае службы. И вставляются тропари праздника какого-то святого, который, допустим, на этой неделе есть. Вот. Вот сегодня мы Григорию пели. Я училась в консерватории. Вот. И, в принципе, работаю в филармонии. Но на выходных я приезжаю к себе в село и вот пою вместе с женщинами. Да. Каждый выходной. Прямо славь ее свечи в мече, церковь утверждение, и учителя многодобродку. Бога слава, поборничьи, неповаривый. Мы с матушкой как-то встретились на улице. В одном городе мы жили. Она мне сказала, вот, там в киоске продают календарь церковный, отрывной. Это было впервые для нас. Это было такое чудо. Я тут же пошла, купила этот календарь и увидела там от Иоанна Крисенкина, что брак без венца Господня – это блуд. Она обратилась к мужу и говорит, нам надо повенчаться. А он как-то очень стеснялся в церковь идти и говорит, ну, подожди, вот будет 25 лет, как мы с тобой женаты, там повенчаемся, ну, как бы оттянуть время. Я говорю, а может быть, мы не доживем до этого времени. Ну, и поставила условия. Если ты не согласен венчаться, то я с тобой больше жить не буду. Ну, вот я, конечно, каялась все время после того, как это слова сказала, но он смирился. Смирился, и мы повенчались. В 2004 году, в октябре месяце, скончался мой супруг. И перед смертью он мне говорит, только ты обещай, что ты, когда я умру, ты не уйдешь в монастырь. Двое дочерей. Мама, скажи папе, что ты не уйдешь в монастырь. Ну, как-то тогда я вот, ну, уклончиво несколько, но они успокоились. Отвела 40 дней, сюда приехала первый раз. Я говорю, я приеду, не беспокойтесь. А я еще работала, я приезжала сюда, уезжала. Они привыкли. В 60 лет я пришла в монастырь. И сейчас уже 75 лет, у тебя 15 лет монахиня. Сейчас в составе нашего монастыря две монахини монтийные и две приписные монахини. Одна трудится в вредах, а другая в княженке. Сейчас надо реализовать до конца планы нашей матушки Игумени Феодоры Подоплеловой, которая скончалась год назад. Она начала строительство духовно-просветительского центра для детей и молодежи. Эта стройка была необходима нам, потому что организовался театр при монастыре, при воскресной школе. Даже и в Москве они частичку спектакля показали с нами Бог, о царских детях, мучениках. Мы зашли в здание строящегося центра. Здесь планируется занятие танцами. Вот эта стена будет зеркальная. Планируется быть зеркальной. Со станком для занятий. Вот наша сцена. Сцена большая. 54 квадратных метра. Уже готова фанера для застилания и винил. Вообще мы хотим сюда приглашать тех, кто хочет творить. Вот у кого есть желание заниматься музыкой. Я знаю, такая проблема в городах существует. Вот ребятишки собрались в группу. Вот они хотят играть рок-н-ролл, допустим. А условий нет. Это приходится где-то арендовать в студии. Это дорого, бесплатно. Здесь, пожалуйста, приходите. Здесь все бесплатно. Ну, грант президента. Вот мы небольшую студию сделали, звукозаписи, условия. Ну, такая, конечно, бюджетная. Но зато у нас есть четырехканальный интерфейс, медиклавиатура. В общем-то, любители такого домашнего музыцирования, компьютерной музыки, наверное, нам бы и позавидовали бы. Я поздно сюда пришел. Мне вот 50 лет. А я вот лет 10 только как бы сотрудничаю. Детство у меня комсомольское, естественно, пионерское. И вот мне здесь, ну, как-то сначала было неуютно, что ли. А батюшка говорит, вера – это творчество, это такое же творчество. То есть надо относиться к вере как к творчеству. Ну, и к творчеству как к вере, естественно. Матушка Феодора была моей матерью духовной во всех отношениях. И мне с ней было хорошо. И за ее как бы спиной я вторая была после матушки. Ну, я только ходила и улыбалась. Никаких проблем у меня не было, конечно. Вот, так служили Богу. Вот так она, как иголочка, а я ниточка за ней. Царство небесное, райское блаженство, вечный покой. Дорогая матушка и сестры. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин